Польское восстание Хотя повстанцы добились локальных успехов, численно превосходящая русская и российская императорская армия под командованием Ивана Паскевича в конечном итоге подавила восстание. Император Николай I издал указ о том, что оккупированная Россия Польша теряет автономию и становится неотъемлемой частью Российской империи. После разделов Польши их было три. Первый раздел произошел в 1772 году, второй в 1793 году и третий в 1795 году. Польша перестала существовать как независимое политическое образование в конце 1795 года. Однако наполеоновские войны и участие Польши в войнах против России и Австрии привели к созданию Великого герцогства Варшавского в 1807 году. Великое герцогство Варшавское – государство, образованное в 1807 году по Тильзитскому миру из польских территорий, отошедших во время 2-го и 3-го разделов Польши к Пруссии и Австрийской империи. Великое герцогство Варшавское являлось протекторатом наполеоновской Франции и де-факто просуществовало до 1813 года, когда оно было завоевано войсками шестой коалиции и уже по решениям Венского конгресса в 1815 году большая часть герцогства была присоединена к Российской империи как автономное царство польское. В общем, Венский конгресс положил конец существованию этого государства. По существу, тем самым укрепил долгосрочное разделение Польши между Россией, Пруссией и Гапсбургской монархией, Австрийская империя аннексировала территории на юге, Пруссия взяла под свой контроль Великое княжество Познанское, а Россия взяла на себе гегемонию над царством польским, королевством польским. Первоначально царство польское, королевство польское обладало относительно большой внутренней автономией и лишь косвенно подвергалось имперскому контролю, при этом имело собственную конституцию, объединенное с Россией королевство могло избирать свой собственный сейм и правительство. У королевства были свои армии, казна и так далее, однако со временем свободы, предоставленные королевству, стали постепенно отниматься, а конституция все больше игнорировалась российской власти. Александр I в 1815 году назначил великого князя Константина Павловича де-факто наместником царства королевства польского, игнорируя при этом конституцию. Вскоре после подписания ряда положений, обусловленных Венским конгрессом, Россия перестала их уважать. В 1819 году Александр I отказался от свободы печати в польском царстве и королевстве и ввел цензуру. Русская тайная полиция под командованием Николая Николаевича Новосильцева начала проникновение и преследование польских подпольных организаций, а в 1821 году царь приказал упразднить масонство. В результате после 1825 года заседания польского сейма проводились тайно. 24 мая 1829 года Николай I официально был коронован как король Польши в Варшаве. Несмотря на многочисленные протесты различных польских политиков, великий князь Константин не собирался уважать польскую конституцию, одну из самых прогрессивных в Европе того времени. Он упразднил польские общественные и патриотические организации, либеральную оппозицию и заменил поляков русскими на важных административных постах. Хотя он был женат на польке-полячке, графине Жанете Антоновне Грудзинской, его обычно считали врагом польского народа. Кроме того, его командование польской армии привело к серьезным конфликтам внутри офицерского корпуса. Эти трения привели к различным заговорам, особенно в армии. Вооруженная борьба Повстанцам удалось войти в резиденцию князя, но великий князь Константин скрылся в женской одежде. Затем повстанцы захватили главный арсенал, до этого была непродолжительная борьба. На следующий день вооруженные поляки заставили русские и российские войска отойти к северу от Варшавы. Этот инцидент иногда называют Варшавским восстанием или Ноябрьской ночью. Застегнутая врасплох быстрым развитием событий в ночь на 29 ноября, польское правительство немедленно собралось, чтобы взять все под свой контроль и принять решение о дальнейших действиях. Непопулярные личности были удалены, их места заняли такие люди, как принц-князь Адам Ежи Чарторийский, историк Юлиан Ушсын Невцевич и генерал-лейтенант Джегош Юзеф Хлопицкий. Воялисты во главе с князем Чарторийским сначала пытались вести переговоры с великим князем Константином и урегулировать дела мирным путем. Однако, когда Чарторийский сказал, что Константин готов простить обидчиков и что вопрос будет урегулирован мирно, Маурицы, Махнацкий и другие радикалы яростно возразили и потребовали национального восстания. Махнацкий не доверял ничему и на большой публичной демонстрации 3 декабря в Варшаве он осудил переговоры между правительством и великим князем Константином. Махнацкий выступал за военную кампанию, чтобы спасти страну от упустошительных войн и сохранить запасы продовольствия. Собрание приняло ряд мер, включая немедленное нападение на силы Константина. Польская армия со всеми, кроме двух их генералов, то есть Винценты Корвина-Красинского и Зигмунда Курнатовского, присоединилась к восстанию. Махнацкий и трое его соратников, включая Иохима Лелевеля, создали Временное правительство, чтобы узаконить свои действия, Временное правительство распорядилось созвать Сейм. И 5 декабря 1830 года провозгласило к Жигодже Юсуфа Хлопицкого диктатором восстания. Хлопицкий считал восстание безумием, но уступил давлению и согласился временно принять командование, в надежде, что все-таки в этом не будет необходимости, особенно выходить на поле боя. Он переоценил мощь России и недооценил силу и пыл польского революционного движения. По темпераменту и убеждениям он был противником войны с Россией и не верил в успешный исход. Он принял диктатуру в основном для того, чтобы сохранить внутренний мир и спасти Конституцию. Полагая, что Николай не знал о действиях своего брата и что восстание может быть прекращено, если российские власти примут Конституцию, первым шагом Хлопицкого было послание князя Франциска к Саверии в Санкт-Петербург для переговоров. Хлопицкий воздержался от усиления польской армии, радикалы в Варшаве настаивали на войне и полном освобождении Польши. 13 декабря Сейм объявил национальное восстание против России. 7 января 1831 года князь Франциск Саверий вернулся из России без каких-либо уступок. Николай потребовал полной безоговорочной сдачи Польши. В целом, то есть он объявил, что поляки должны сдаться. Хлопицкий подал в отставку. Власть Польши находилась в руках радикалов, объединенных в патриотическое общество, которым руководила Эльхим Лелевель. 25 января 1831 года Сейм принял акт о равносильном объявлении войны России. Была провозглашена прокламация о том, что польский народ является независимым народом и имеет право предложить польскую корону тому, кого сочтет достойным, от которого можно с уверенностью ожидать искреннего уважения к присягнувшим и гарантиям гражданской свободы. 29 января было создано национальное правительство Адама Ежи Чарторыйского, а преемником Хлопицкого был избран князь Михаил Гедеон Радзивил. Хлопицкого убедили принять активное командование армии. 4 февраля 115-тысячная русская армия под командованием Ивана Ивановича Дибича-Забалканского пересекла польские границы. Первое крупное сражение произошло 14 февраля 1831 года у села Сточек близ Лукова. В битве под Сточеком польская кавалерия под командованием Юзефа Дверницкого разбила русскую дивизию Федора Гейсмара. Однако победа имела преимущественно психологическое значение, но не могла остановить наступление русских на Варшаву. Последующие сражения не принесли результатов. Затем польские войска собрались для защиты столицы. 25 февраля польский контингент численностью около 40 тысяч человек встретил российские силы численностью 60 тысяч человек. Сражение при Грохове. Обе армии отступили после почти двух дней тяжелых боев со значительными потерями с обеих сторон. Тибич-Забалканский был вынужден отступить, и Варшава была спасена. Хлопицкий, чьи доблестные качества проявились в военной деятельности, был ранен в бою, и его место занял генерал Ян Скрыжнецкий. Не любивший великого князя Константина, он ушел со службы. Он разделял с Хлопицким убеждение, что война с Россией бесполезна, но с началом боевых действий принял командование корпусом и достойно сражался при Грохове. Когда слабый, нерешительный Михаил Гедеон Радзивил отказался от диктатуры, Скрыжнецкий был избран его преемником. Он стремился положить конец войне путем переговоров с русскими командирами и надеялся на мягкое иностранное вмешательство. Отголоски польских устремлений эхом разносились по всей Европе. Под председательством Лафаэта в Париже проводились восторженные встречи, а деньги для польского дела собирались в Соединенных Штатах. Однако правительство Франции и Великобритании не разделяли многие вещи. Король Франции Луи Филипп I думал главным образом о том, чтобы добиться признания со стороны всех европейских правительств, а лорд Палмерсон намеревался поддерживать дружеские отношения с Россией. Англия с тревогой воспринимала пробуждение французского национального духа и не хотела при этом ослаблять Россию. Австрия и Пруссия заняли позицию благожелательного нейтралитета по отношению к России. Они закрыли границы с Польшей и предотвратили транспортировку военного снаряжения или любых других материалов. В этих условиях война с Россией стала приобретать очень мрачный и тревожный характер. Поляки отчаянно сражались. Партизанская война о приграничных провинциях имела второстепенное значение и только давала России возможность подавить местные восстания. Постоянные войны и кровопролитные сражения значительно истощали польские силы. Ошибки командиров, многочисленные отставки, а также бездействия командиров, продолжавших надеяться на иностранное вмешательство, только усиливали чувство отчаяния. Радикалы жестко критиковали правительство не только за его бездействие, но и за отсутствие земельной реформы и неспособность признать права крестьян на землю, которую они отбрабатывали. Некомпетентность правительства стала все более очевидной. Тем временем российские войска, которыми после смерти Дибича командовал генерал Паскевич, двигались, чтобы окружить Варшаву. Скрижнецкому не удавалось помешать объединению российских войск, и Сейм ответил на народные требования о его смещении. Назначил при этом Генриха Дембинского. Атмосфера была очень напряженной. Правительство стало полностью дезорганизованным. Граф Ян Стефан Круковецкий был назначен председателем правящего совета. Он мало верил в успех военной кампании, но считал, что когда страсти утихнут, он сможет закончить войну на, как ему казалось, достаточно выгодных условиях. Дальнейшим в ночь на 7 сентября Круковецкий капитулировал, хотя город все еще держался. Он был немедленно свергнут польским правительством и заменен Банавентурой Немаевским. Новые планы были приняты, но стало очевидно, что война больше не может продолжаться. 5 октября 1831 года оставшаяся часть польской армии численностью более 20 тысяч человек пересекла прусскую границу и сложила оружие. Не подчинялась России, кроме одного человека Страженецки. Генерал Юзеф Захаряш Бен попытался реорганизовать польские войска в Пруссии и Галиции и привезти их во Францию, но прусское правительство сорвало его планы. Адам Чарторийский заметил, что война с Россией, спровоцированная восстание в ноябре 1830 года, началась либо слишком рано, либо слишком поздно. После окончания ноябрьского восстания польские женщины носили черные ленты и украшения знак скорби по своей потерянной родине. Продолжение следует...